Более 30 мастеров-ремесленников Ульяновской области представили свои изделия на площадке перед дворцом Губернаторский. Выставка-ярмарка становится традиционной благодаря реализации проекта по поддержке ремесел. На эту ярмарку мы пригласили еще и наших мастодонтов-ремесленных, таких, скажем, кандидатов НХП. Это и гончарный промысел Сухого Корсуна Корсунского района, и Кузоватовская роспись, Кузоватовская резьба из Кузоватовского района. Обработка художественного камня, это наш известный сенсимберцит Ульяновского района, елаурские кружева, уникальные, до Сенгелеевского района. Уникальную сувенирную продукцию из дерева Кузоватовского района представлял Владислав Тагаев, руководитель народного коллектива «Кузоватовские умельцы» и директор-преподаватель местной детской школы искусств. В данном случае здесь представлены работы детей, учащихся в детской школе искусств, художественном отделении, класс резьбы по дереву. Все это сделано руками детей, которые обучаются четыре года и учатся ремеслу нашему резьбе по дереву. Наличие на выставке ярмарки горшков и крынок из глины говорит о том, что гончарный промысел в области по-прежнему жив, а ремесло в Сухом Корсуне передается дальше из поколения в поколение. Помимо того, что у нас есть учебные комнаты, куда ходят заниматься также ребята, у нас есть музейная комната, комната старинной утвари. То есть мы пытались воссоздать то время, когда жили наши бабушки и дедушки, какая у них была посуда, какая у них была мебель, кухонная утварь, все вот это вот. В разговор вклинился наигрыш на балалайки. Этот инструмент тоже выставлялся на ярмарке. Производство по изготовлению этого народного инструмента находится в Ульяновске. Рецепт по созданию балалайок мастера подсмотрели в селе Русские Горенки Красунского района. Более ста лет его жители занимались особым промыслом – делали балалайки. А делается балалайка не из одного дерева. Это набор разных деревьев, разных пород древесины. Ну, самое популярное – это клён, берёза и ёлка. Вот такой простой рецепт. Ну, простой он, как бы простой. Он звучит просто. А чтобы это всё привозить в единые инструменты, чтобы он ещё играл, издавал звуки и проникал глубоко в человеческое сердце, ну, надо потрудиться. А напротив, окружённой корзинками разных размеров, плёл очередное изделие из лозы мастер из Акшуата Барышского района – Владимир Чекорлеев. По его словам, полюбоваться продукцией его отца и деда можно в местном музее. У меня отец был, он всю жизнь этим занимался. И я, ну, в общем-то, от него принял. Отец у меня занимался. Ну, он в основном занимался мебелью. А корзины у нас были поставлены на поток. У нас было производство. Корзины плели их вот трёх видов. Вот такая хозяйственная, ягодная. Точки с исконно симбирско-ульяновскими промыслами разбавила продукция мастеров малого бизнеса, которые зарабатывают именно таким творческим путём, создавая уникальные продукты. Наше внимание привлекли текстильные сувениры с изображением ульяновской символики. А делает их бывший преподаватель Елена Анфимова. В свободное от работы время она всю жизнь шила для своей семьи. На пенсии Елена Геннадьевна решила заняться бизнесом с творческой жилкой. Скучно стало сидеть дома на пенсии. Случайно увидела в интернете, что идёт программа «Серебряный бизнес». Ткнула прямо вот туда. Отучила, ну, ходила туда. Очень было интересно. Вообще столько полезного узнала. И в итоге сама не ожидала, что я выиграла, победила в этом конкурсе. То есть защитила бизнес-план по своему направлению. Как отмечает автор проекта Кирилл Валов, Проведение подобных ремесленных ярмарок планируется сделать традиционными. Ближайшее мероприятие состоится уже в сентябре этого года. И соберёт ремесленников со всех уголков региона. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ.